Девушки отдыхают 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 Вот мы, которые здесь находятся, мы за сухой закон. Но так как я православный, я не могу сказать нельзя пить, потому что Господь сделал чудо, впредь пей ни одну воду. Ради болезни твоей желудка немного вина. То есть у нас по уставу положено, но видя сколько беды в этом, вот я в рот не беру, у нас ничего, ни пива, ни брашки, ничего нет, ни одной процент хмельного чтобы не было. Столько беды и мы будем еще поддерживать, то есть из-за воздержания. Но если я буду говорить, что пить нельзя, это грех, то это бесовское учение, запрещающее вкушать и пищу употреблять. Поэтому у нас есть каноны Вселенских соборов. Кто говорит, что вино, кто выпил и тот погибнет, от того отлучает от церкви. Вот есть у нас позиция такая, что пить можно, как бы выпить маленько, но мы за сухой закон. И поэтому у нас нету, не практикуется. Ни одного обеда, нигде ни грамма нет. Но, когда бывает свадьба, а родственники неверующие приходят, для них там бутылку или две шампанского поставят на стол, чтобы соблазна не было. Ну и, ну, праздник там, дождь выдает или... А наши не прикасаются. То есть мы так очень щадящий режим держим. Так, что-то нету, нету звука. Звука, звука нету. Подождите, звука не было. Алло, звука не было. Повторите последнее слово. Ни одного слова не слышно было. Все нет, да, сейчас. А сейчас звук есть? Вот сейчас слышно. Повторите, что говорили. Я хотел спросить. Понял, хорошо. Смысл в том, какие конструктивные действия можно предложить человеку или повлиять на него конструктивно как-то сегодня, чтобы помочь исторгнуть его из большой зависимости, рушиться семья. То есть все это как бы, ну, просто гибнет и все. Ну, понимаете, это теоретически можно, а практически нельзя. У него своя воля. Самый страшный дар Божий. Это свобода воли. Ну, вот у меня брат пьет. Я говорю, ну, что ты пьешь? Он говорит, а что? Меня обозвали баптистом. А баптисты не пьют. Вот я теперь пьяный лежу, и все знают, что я не баптист. Доказательства какие, что он не баптист. Он лежит пьяный. Ну, как ему сказать? Я ему могу сказать самое страшное, что пьяницы царствие Божие не наследуют. Страх Божий дать. Ну, остальное-то, ну, не курит и не пьет, он здоровеньким помрет. Что толку-то, что не пьет-то? Ну, ладно, вот Углов там другие. Сейчас вот у нас такой есть, он президент международной кампании против пьянства, Жданов Владимир Георгиевич, профессор Академии городка Новосибирска. Он выступает, здорово, там все данные. Ну, они не пьют. Ну, и что из этого не пьют? Я с ним встречался, говорил, подарил там, кажется, книгу или две ему. Ему это не надо. Они здоровые. А что здоровые-то? Нация не здоровая. Пьянь одна. Одно то, что за годы перестройки, за 20 лет, сделано было 120 миллионов абортов в России. Это государство убито. Ну, и все. Нация изжила себя. А на Америке не лучше нисколько. Я был там, в магазин зашел, я насчитал 120 сортов вина, водки. Там тоже этой пакости хватает. Вот самый правильный, это мусульман. Запретили, и все. Ни одного нет. Я как-то считал, один там голландский корабль зашел в порт Джигду. Ну, а встречает там лоцмановский катерок, проводить там по своим рифам-то пройти. И заглянули туда, а у него буфет не закрытый. А в буфете там, ну, для своих же, для моряков, он говорит, ой, забыли. Нет, подождите, вы не закрыли. Вот должен быть опечатан был этот ваш буфет. Ну, и как-то я когда ехал, доложили сразу. Капитана арестовали. Кажется, полгода или два года срок дали ему. 40 ударов палкой. И каждый месяц, скажется, платить там по 50 тысяч долларов. Я говорю, до дома-то лететь будет после отпуска. Земли не будет доставать. Вот правило, да правило. А у нас еще этого нет. У меня еврейка как-то говорит, вы видели хоть раз еврея, который пьяный лежит на остановке, а из-под него лужа течет? Я говорю, нет. Ну, вот и спрашивайте. Они умеют соблюдать свою нацию. А у нас все заброшено, никому не надо. Какой правитель Ельцин был? Пьянь одна. А его бы наказали, как положено, как по закону-то положено мусульманка. И не повадно было бы другим. Нет закона. Я способа ни одного не знаю. Только теоретически повлиять на него никак. Но его можно дома приковывать. Ну, то есть... Что-то не слышно. А, водка. Как-то нехорошо прям так сказать. Его даже ваше лицо не видно. Я не слышно. Не слышно ничего. Не слышно. Все заново повторять надо. И у вас изображение исчезло. Просто пятно одно и осталось. Видимо, какое-то там мизинка или что. Видишь как. Видимо, движение все-таки не рекомендуется. Это не в космосе. Тут, видишь, Рытвина. Вот мы были по телефону говорить. Если впадина какая-то, то уже связи нет. И мы ждем, где на бугор там мышина взлетает. Скорее в это время переговорить. Видимо, значение это имеет. Мы рыбу-то ловили. Там в низинке-то были где. Вы стоите в низу. Не слышно. Не слышно. Пускай идет пока. Не отрывай. С пьянкой бороться очень-очень непросто. Потому что рычагов никаких нет. А если было наказание определенно, четко. Вопрос был бы снят. Сейчас малолетки пьют и прочее. А его бы взгрели раз-другой. Отфуговали, говорит, плетями. Он бы близко не подошел. А он убежит из дома. Значит, вы боитесь его, что убежит из дома. Ему дома не нужен. Каторга ему. В подземелье, как раньше делали во времена Истиняна Старшего. А он мужеложник. Ну что? А он скотоложник. Отрезает половой член. Не кастрация, а половой член отрезают. Ему нечем будет это дурить-то. А дальше клеймёр с железом ему пищать. Блудник или там мужеложник. И в подземелье катает эти тачки. Чтобы до света он не доходил. Тут другой перехватит. И всё. А от этих ничего нет. Потому что, если они не знают закона евангельского, пусть по закону Моисееву живут, по закону мусульманскому. Государство – это главный монстр. Главный левиафан разврата. Главный левиафан, который всё губит. И всё. Он, Жданов говорил, патриарх Алексей Второй просил его проводить лекции для спившихся священников. Их сколько пьяных-то? Пьют и показывают здесь. Пьяный священник там людей задавил. И опять поставят. Он пьяница должен быть извергнут. А его с места на место. То есть разврат умов и искажения слова, как Тючев писал. Ну, вопрос-то хороший. Я был, ну, раньше, когда ездил, приходилось мне там в Кишиневе, где проповедуют. И тамошняя у баптистов. И подходили и говорили, вы скажите проповедь о пьяности. У нас некоторые братья выходят, за кафедру держатся, чтобы не упасть. За кафедру держатся. Вот тебе баптисты не пьют. Ну, не так пьют, как православные. Тут уже сравнивать не надо. Это отступники у них уже совсем какие. А где-то почти норма. По одному никак нельзя. А у нас-то это... Я говорю, сейчас иду по улице. Один священник. Там меньше пьяных. Ну, подохло все уже. Меньше наркоманов стало. Почему? Потому что по пачками погибают. Речь-то идет не о двух-трех, а о миллионах. Пьянь. Кажется, три с половиной литра на душу населения спирт. Телефон. Телефон. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Татьяна звонит. Мы договорились звонить. Быстро сказать. Пять секунд там не включается. И мы успеваем говорить. Он не высчитывается нас. Ну, по закону мы не воруем. Закон такой нам дает право. Христа прославили и все. Я знаю с пьяницами где был. Все обещает. Вот у нас есть такие, есть двое. Все раскаивается. Смотришь, маленько пройдет, сколько время. Опять заколбасил. Почему дух пьянства не вышел. Алло. Так, слышу. Хорошо слышно. Я хотел еще спросить, а может быть существуют народные средства? Трава, борзянка какая-нибудь? Он вместе с травой жует и выпьет, и не выплюнет даже. Я все время по этой отрасли тружусь. Результат только один, когда у человека есть страх божий. Даже болеет, даже у него все уже отмирает, как у табакура. А он уже на одном из дыханий выползнет в коридоре, курит все равно, так и это. Нету. Грех обладает силой притяжения. Никак. Только Христос спасает. Человеку не вырвать. Это рабство. Никак. Страх божий появился, он сразу на тебя все отбросит. Кого словом? Кого делом? Что-то перерывается. Страхом спасает. Я ничего не расслышал. Прерывистые слова. Кого словом, кого делом, кого страхом спасает. Да, страхом спасает. Гнушаясь даже одежды, которая осквернена плотью. Он страха не понимает, потому что законодательная власть есть, а исполнительной нету. Ну и что толку? Мы ему сказали. Ну он слышит это. Опять отключает это интернет. Вот. Он слышит. Раб говорит, слышит, но не внимает, пока не будет наказан. Да как вы за наказание? Да мне зачем об этом говорить? Я за наказание. Ну я скажу, я за наказание. Но дальше-то этого как пойдет? Никак. Сразу тоталитарный режим и прочее. Ну это законы, все развратное. Развратные правители, деспоты. Вот им нравится кто? Иван Грозный. Канонизировать надо его. Он боролся. А что он боролся-то? За власть свою. Оно нужно, чтобы человек был нравственным. А зачем ему быть нравственным? Как Лев Толстой говорит. Ну а говорит, не будут тогда жениться. А как размножаться? А вопрос-то это зачем? Говорит, размножаться-то. Вопрос сначала ответил. Зачем? Ну а наполнять землю? Да она переполнена давным-давно. Уже надо уничтожать. Вот как Маргаретыч им говорит. Ну страшные слова говорит. Не надо прятаться никуда. Господь назначил чаши гнева. Третья часть зеленой травы будет. То есть людей уничтожено. Надо. Надо в смысле то, что пришло время. Приспелое время, говорит, решка бальщика. Как Немцова. Они его вызволили везде. Евреи. А пришло время резать. И под нож пускают. Так и здесь. Они его пускают для того, чтобы отравлять. А так узнали, как он мусульман. Он готовит где-то. Все. А аборт делает. Под смерть. И нет абортов. Нет в этой шайтании крови. Рождается здоровое поколение. А здесь государство гонит. Ликеро-водочные заводы. Соревнуются. У кого лучше продукция. Тут ликеро-водочный был. Я там имел отношение. Иногда кое-что там у них просил. Там пустую посуду. Там сахар. Ну у них там в прихожие. Большая прихожая. Я не знаю сейчас сколько. Но не меньше ста. В рамочках. Какие они брали призы. Здесь. За рубежом. А чем они хвались? Убойная водка. Какая она хорошая. Какого вкуса. А ты не смотри как вино ухаживается. Как оно играет в чашу. Впоследствии укусит как змея как аспит. И сердце твое заговорит развратное. Пьяный подобен спящим наверху мачты. Вот на клотике. Мотается на волнах. А представь какая амплитуда колебания. Вот так его идет. А вот жена бы была лучше. Да хоть какая жена. Пропьет и жену. Ну вот. Женец образумится. Ничего не образумится. Как он образумится-то? Он пленник греха. Это житие святой Ирины. Когда она уверовала. То дьявол кричал. Угрожал ей. Говорит. Я друг. Пьяницам. Убийцам. Он друг. Это сатана. Почему называется зеленый змей. Из травы выпал. Зеленый змей. А чего он зеленый? В глазах зеленый или что? Змей. А там змея-то и нет никуда. И не говорят змея. Змей. По-сорковно-славянски. Ну вот. Выпил ной. Ну и что? Похвала ему за это. Ну через это правда обнаружилось хамье сына. Прогнал его. Так что. Вот видишь. Вот он мешает. А что можно сделать? Да ничего не сделаешь. От нас это интернет. Космос. От нас не зависит. А тут зависит. А человеку как-то помочь. Дать травки попить. Ампулу зашить ему. Торпеду. У нас был один такой. Крещение принято. Все. Не у нас принимал крещение. Женился. Двое ребятишек. Опять закуролесил. Собрание провели. Дали отказ и выехал. А он бы не поехал. Говорят некоторые. Мало чего там решили. Но пока этого не было. Потому что если он не подчинится решению. Во-первых нарушит то что он писал. Что не пить. Не курить. Не материться. Не воровать. Не лгать. Это он идет вопреки своего. Своего обещания. И на бумаге. За подписью. Ну за этим много идет. С ним не будет общения. Ну в общем так. Были пьяницы. Они выехали. И было пьяницы ни одного. У нас поселялись все такие. Уже если так считать. Уже было 4 примерно. И все выехали. Ну а которые есть так. Умеренно пьют. Ну пьяным их не видят. Они где-то уедут кому-то. Где-то там. Со своими бывшими. Которые у нас были. Поддерживать связь. У них ничего нет. 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 В смысле того что. Взаимоотношения. Чтобы были хорошие. И выпивают. Его даже другой раз видно было. Говоришь. Никак не избавить. Своё сердце не отдам. Оно мне самому нужно. Добровольный ум. Умешательство. Я говорю. Тебе нравится мотаться вот так вот. Ну пойди операцию одну сделай. Дорого стоящую. Чтобы тебе там. Можечок. Вестибулярный аппарат. Отрезали маленько. И ты все время будешь шататься. Ну нет. Это никак. Ну а почему никак то? Ну. Как в Америке. Он семя выводящие каналики. Отрезает. Он будет блудить. А семя не будет попадать. И идут на эту операцию. А что дальше как будет? Везде все мерзость. Узаконенная мерзость. Вот и индоутка. Я спрашиваю одного. Говорят. А что такое? Да утку с индюком. Узаконенное беззаконие. А зачем это нужно? Утка есть утка. Индюк есть индюк. Я единственное знаю. Где в Израиле было. Это лошадь и осёл. Жеребец на ослице. Или осёл на кобыле. Осёл на кобыле и отамул. А если лошадь, жеребца скрестят с этим лошак. Они сильные. Но потомство они давать не могут. Каждый раз заново надо их скрещивать. Они выносливые. Ну, это так и есть. Вот выйдет какая-то закавказца, женщина там за южного. Они ребятишки такие, как он в Америке там метисы, мулаты. Дальше уже в каком поколении. Они крепкие. Видимо, очень далёкое родство. Генеалогическое древо. Вот видишь, у нас не получилось тут. Ну, я попутно пока о пьянстве скажу. Вот избавлю нас от пьянства. Я сейчас могу даже открыть. И пока он там выбирает, что. И показать, насколько возможно бороться с пьянством. Вот. Я сейчас прямо покажу. Пьянство. А, это не здесь. Вот оно, пьянство. Вот избавлю, господи, от пьянства. Трудно найти предмет, столь частый, столь различный, трактуемый даже одной и той же властью, у которой всегда находятся до приезлих апологетов и противников. Ну, я сейчас это увеличиваю, чтобы Володя мог снимать здесь. Вот. Чтобы было легче снимать. Так, лучше? Лучше. Говорю о вине и о последствиях от него. Вводили сухой закон. Значит, при продаже вин мокрый закон. Грех делался еще более желанней. Как в Тунисе, в Саудовской Аравии, где алкогольные напитки называют шайтанией, бесовской кровью. Советские послы вспоминают, как сыновья шейхов выпивали у них за зашторенными окнами, с героической дрожью во всем теле, зная, что им за эту радость черного хода грозит обезглавливание. Газеты писали о голландском капитане, приходив в порт Джигда. Не опечатавшимся, но я говорил уже об этом. Вот. Думаю, что не всем сегодня известно отношение книг Библии. Автор которой сам Бог, то есть это надо, чтобы люди знали, к вину, к пьянству. Работник, склонный к пьянству, придет в упадок. Вино и женщины развратят разумных. Гнили щерви наследует его. Серахов 19.1.2. Все вместе взятые школой, обучения, профессии, не успевают делать того, что делает вино, дисквалифицируя, делая нищим. Вино испытывает сердца гордых пьянством. Против вина, не показывая себя храбрым, ибо многих погубило вино. Вино полезно для жизни, если будешь пить его умеренно. Горез для души вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умоляя крепость его и причиняя раны. Это Серахов 31.29-35 стих. А может даже 30-й, надо смотреть. Как правило, у проповедующих винопития вино и женщины идут в одной упряжке. Большая досада жена, преданная пьянству. И она не скроет своего срама. Серахова 26.10. А отнюдь не сиди за вином с женой замужнею, и не оставайся с нею на перу за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя, и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Серахов 9.10.11. Виной женщины развратят разумных. И связывающиеся с блудницами сделаются еще наглее. Серахов 19.2. Дети голубого воскресения, как говорят немцы, наполняют дома для умалишенных. В Римской империи государственный закон под страхом смерти запрещал молодоженам до 330-летнего возраста употребление вина. В житиях святых 5 мая Ирины считаем, как дьявол кричал «я друг пьянец». И в тихий 6 апреля житие исцелил прокаженного и дал наказ «не пить вина и будешь здоров». Когда заговоришь о вреде пьянства, то знатоки Писания, не прочитавшие даже строчки из Библии, непременно скажут, но ведь и сам Христос в воду превратил в вино на свадьбе. Но мало кто знает, что святой Эпифаний имел дар превращать и вино в воду. Если по церковным традициям сами пьяницы родные их, измущившиеся с ними, просят в своих молитвах обычных к святому Ванифатию, имеющему дар от Бога после своей смерти, помогать запойцам освободиться от их беды, то к святому Эпифанию нужно бы молиться о превращении винных рек в алкогольных берегах в обыкновенную воду. Любую покупку человек таит, неся домой, но если даже самый бедный в России купит любую червивку, сучок, он его несет, как дитя из роддома, на показ. Знай, какой Кондрат богатый, все-то у меня есть, мне и помирать не надо. Мечта же номенклатуры не только иметь свой гарем, но и преисполниться дорогим вином. Премудрость 2.7. Пиршествовать каждый день блистательно. Лукаш 16 глава. Некогда молодой и безмерно богатый премудрый царь Соломон решил познать истинные радости жизни на практике. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И вот это суета и томление духа. И христианство 2 глава. Апостол Павел предупреждает всех любителей Бахуса. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. В нем же есть блуд. Эфисянам 5.18. Зная губительное действие пьянства, церковь на уровне соборов запретила священнослужителям даже ходить в корчму. Если кто из клиры будет замечен в том, что ест в корчме, да отлучится, кроме случая, когда на пути по нужде в гостинице отдыхает. Апостольское правило 54. И только по великой нужде в пути для ночевки дозволялось войти туда. А преданных вину священнослужителей должно извергать и сана, и мирян, и низшие клирики, да будут отлучены от церкви, ежели не пристанут от всего. Апостольское правило 42.43. В Ветхом Израиле был закон, по которому непокорных детей следовало наказать, приведя в судилище и сказав, «Сей сын наш буйный, непокоренный, не слушает слов наших мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Вот действенное было средство, как у мусульман. И что? Пусть побьют его камнями. А за что его побьют камнями? Это впереди, не слушает слов наших мод и пьяница, пьяница. Вот он, пьяница. Что нужно еще доказывать? Побьют камнями. Ну, и не надо уже говорить, что там жестоко, не жестоко. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Со второзакония 21.20.21. «Скажет жестокий век, жестокие нравы. Просто они не умели пить культурно. Но вот что говорят святые отцы об этом. Давайте посмотрим. Если выпито много вина, оно становится подобным мучителю, ворвавшемуся в крепость, который с высоты ее производит в душе не умолкающей мятежи, не отказывая себе ни в каком беззаконном требовании. Но прежде всего, поработив рассудок, смешивает и приводит в расстройство весь сознательный строй жизни. Голос делает громким, возбуждает непристойный смех, опрометчивый гнев, необузданное вожделение, неистовую и бешеную страсть ко всякому беззаконному удовольствию. Пьянство – начало безбожия, ибо оно обращает разум, которым обыкновенно наиболее познается Бог. Пьянство не дает места Господу, пьянство отгоняет Святого Духа. В души, оскверненные пьянцем, не войдут молитва и пост. Вот так. Пост и молитва. Пьянство – мать порока, противление добродетеля, а оно делает мужественного робким, соломудренного походливым. Потом мы к этому вернемся еще раз. Пьянство – походливым, не знает правды, отнимает благоразумие. Пьянство – это добровольно накликаемый бес, через хластолюбие, вторгающийся в душу. И кто это сказал? Запомните, Василий Великий. Кто проводит время в пьянстве, разгуле и объедении, тот подпал жестокой власти дьяволу. Пьянство – корень всех зол, пьяница – живой мертвец. Пьянство – это падение, решение оправдания, общий позор нашего рода. Главное зло пьянства в том, что оно делает для пьяницы недоступным небо и не позволяет достичь вечных благ, так что вместе с позором на земле страждущих этим недугом и на небе ожидает тихчайшее наказание. Пьянство происходит не от вина, и вино создано Богом, но порочная воля производит пьянство. И впереди там, что было сказано после Василия Великого, это все Иоанн Златоуст сказал. «Если кто не пьет из-за священного щина, из духовенства, или мирянина, не ради воздержания, а огнушаясь, тот доизвержится из своего щина и из церкви». Апостольское правило 51-53. То есть если я буду за сухой закон и говорить, что кто иной пьет, не спасется, а то церковь накажет его. У меня было, я был в Синоде, и мне налили вино хорошее, видно, густое такое прям. Ну и выпейте, митрополит Виталий сидит, теперь он митрополит Иларион Капрал, секретарь тогда он был. Я говорю, а мы не пьем, а выпейте. А вас говорят, что вы считаете вино за грех. Я говорю, мы не считаем, ну выпейте. Ну я выпил, я говорю, у меня жена квас готовит крепче. Они засмеялись, говорят, больше не пей. Как один сказал, у меня пьяниц своих хватает. Но я должен был доказать им, что я не против вина, нет. Ну не надо. Дальше. Вино на двое растворено. Умно на веселье, дураку на погибель. Хотя вино как лекарство положено по церковному монашескому уставу. В воскресные и субботние дни, иногда и великий пост. Но Христову подвижники не только не злоупотребляли такой возможностью, но и воды не досыта пили. Винопитие, винопитие, это одно слово. Первое праведным ноем привело к тому, что весь африканский континент до ныне пребывает в рабстве. Бытие 9 глава. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте. Все пьющее вино. Иаэль 1.5. Пьяницы царствия Божия не наследуют. Вот это надо прям криком кричать всем показывать. Первое. Коринфянам 5.11. Вот что одно должно бы выбить из рук пьющих чаши с вином. Пьяный бывает хуже бесноватого. Все мы жалеем бесноватого, а на пьяницу негодуем и гневаемся. Почему? Потому что у того болезнь дьявольская напасть, а у этого от беспечности. У того от козни врагов, а у этого от козни собственных помыслов. Пьянство несчастье, над которым смеются. Болезнь, над которой издеваются. Произвольное беснование, которое хуже умопомешательства. Пьяница неприятен для друзей, смешон для врагов, презираем подчиненными. Отвратителен для жены, не сносен для всех. Особенно же тяжело то, что пьянство полное стольких зол. И порождающее столько несчастья, даже не считается у многих виною. Пьяный более жалок, чем мертвый. Мертвый бесчувственный, не может делать ни добра, ни зла. А пьяный способен делать зло. И зарывший душу, как в могиле, в плоти зла умерщвляет свое тело. Даже и удовольствием не можешь воспользоваться пьяница. Не может. Потому что удовольствие в умеренности, а в неумеренности бесчувственность. Пьянство всегда зло, но особенно в святые праздники. Здесь вместе с грехом есть и величайшее оскорбление и унижение божественных вещей. За это может быть и двойное наказание. Пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания. Заполняя душу смятением, исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным болезням, внутренним и внешним. Пьянство – это многообразный и многоглавый зверь. Здесь вырастает у него блуд, там гнев, здесь тупость ума и сердца, а там постыдная любовь. Пьяница не может видеть царствие небесное. И что я говорю царствие? Пьяница не видит настоящих предметов. Пьянство превращает дни в ночь и свет во тьму. Пьяный, глядя во все глаза, не видит и того, что у него под ногами. Храм Божий – это тех, в ком обитает Дух Божий. Храмом идолов и дьявола являются те, которые оскверняют себя пьянством и невоздержанием. Христос хочет обитать у тебя, а ты попираешь его объедением и пьянством. Вот как сказал точно кто? Святой Иоанн Златоуст. Пьянство приводит к тому, что люди валяются в грязи, как свиньи в болоте, делают человека скотом. Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны. Тот же, кто так его угостил, становится участником и всех его беззаконий. Поэтому пьянице ни копейки не давай никогда. Поэтому, кто открывает дорогу к гибели, тот и этой гибели бывает виновен. И кто это сказал? Тихон Задонский. Вот как. И надо поверить этому, что это действительно так. Дьявол ничего так не любит, как роскоши пьянства, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница. По толкованию Священного Писания, святыми отцами находим, что вино означает строгость, обречение, наказание. Вино употреблялось как лекарство. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради немощи твоего желудка и частых твоих недугов. Первое Тимофею 5.23. У пьяного все идет верхом, ртом и низом. Иоанн Златоуст. То есть он не знает ничего. И он оскверняется, и марается, лежит пьяный, перемощится. Верхом и низом. То есть блюет он у него и верх, и низом. Два отверстия, две клоаки, получается. Вот описание состояния пьяницы, как будто не 3000 лет назад позади, а в современный вытрезвитель мы видим. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, водки. И до позднего вечера разгорячает себя вином. Исайя 5.11. У кого вой, у кого стон, у кого ссор, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех... У кого? Вопрос стоит. Ответ. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскать вина приправленного, то есть на стойке, коньяка. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как ухаживается ровно, впоследствии, как змея. Оно укусит и ужалит, как каспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно, и будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, меня били, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Это притча Соломона, 23-29-35. Алкозависимость в таком положении свыше 70% населения бывшего Союза. Это мой материал, я писал еще во времена Советского Союза. Привыкший пить вино, отвыкает думать, теряет смысл жизни, прячется за винные пары, смотрит на мир одним глазом через горлышко бутылки. Отравить разум, отключиться, не думать, не знать, что готовит тебя постылившая жизнь. Здесь вино выступает, как палащ, завязывающий глаза, выносящий приговор, отсекающий голову, разум. Вино, говорит мудрец, делает безногого ходящим, слепого зрячим, нищего богатым. Влагозательство своих слов посадили за стол слепого, хромого, и нищего напоили их. Слепой говорит, какое прекрасное это красное вино. А без ноги, замолчи, а то так ударю ногой, все ребра переломаю. А нищий говорит, убей его, я за него заплачу. Вот что мы просчитали про вино. Поэтому не прикасайся. Заработал деньги, пошел, отнес. Я говорю, ну ты обещал, ну ты выносил деньги из дома, подошел к прилавку. Но это все были этапы, когда надо остановиться. Есть такой метод Шичко, который учит все записывать. Вот как ты прошел мимо. Ну, он говорит, а как ты напился? Ну, как напился? Я мимо прошел, там товарищи стояли, звали, я не пошел. Но дошел до дома, стал записывать. Ну, когда стал записывать, стояли товарищи, я видел, там стоит Михаил, я видел, там Андрей стоит, я видел, там Даниила. И писать, когда стал в тетрадь, это надо записывать, на уроки ходят. И подумал, вот видишь, я все-таки крепкий, у меня уже есть сила воли-то. И когда я подумал, что у меня сила воли есть, и подумал, пойду и за это выйду. За силу воли, что во мне сила есть воли. Один говорит, сила есть, а воли нет. Ну что, еще не получается у нас сегодня. Ну, может, получится все-таки, я постарался. Когда домой приедете, вы этот ролик посмотрите. Пока вы тут не были, я просчитал целую лекцию про пьянство. А, нет, я слышал, слышал вашу, как бы сказать, лекцию. Ну, может быть, не полностью до конца. Но я там слышал, о чем речь была. Я еще прослушаю, конечно, про пьянство. И она мне очень нужна, эта лекция. просто нужна. Хорошо. У меня второй вопрос такой есть. Давайте. Там где-то в Сибири, у нас, в Сибири, где-то живет, если я не ошибаюсь, меня слышно, да? Да, слышу. И даже видно вас. Вот так и держите. Да, я просто видео ваше выключил, но я вас не вижу, потому что, чтобы связь была лучше, я пока ваше видео для себя не включаю. Ничего, ничего. Потом увидите. Мы сейчас снимаем. Говорите. Есть какой-то, в Сибири живет, Христос там у нас живет, в Сибири где-то. Ну да, это в Красноярске, Викторион. Викторион, это бывший милиционер, Торопов Сергеев. Это около этого, Красноярска. Его, он Сергеев... А, вот как. Что вы можете сказать о таких вот... Антихрист. Многие придут под именем моим. И будут говорить, я Христос там, Христос здесь. Не верьте, не гоняйтесь, не ходите. Люди совсем с ума сошли. Путин проехал, и в одном здесь где-то в ресторане был заехал, так его ложку взяли, теперь глазам представляет секта Путина, секта. И исцеление. И там уже ложек 20 продают. Путина. А у нас был такой писатель в России, Бажов Павел, и он написал, хозяйка Медной горы про Урал, там где-то она под землей живет. Секту образовали. И главное, командует ей этой сектой, заводит кандидат наук. И ей молят этой Медной горе. То есть, это своего рода шибачки такие. Кто как абдурахманит людей, так деньги и сшибает. Так я понимаю. Ну, ну, куда уже? Это он написал сказку. Написал сказку, когда за ним КГБ гонялось, он спрятался дома, сидел, соседи, его не могли найти. И он написал в это время хозяйка Медной горы от страха. Он не знал, где спрятаться. И сейчас это секта. И главное, секта Путина, вот еще интересно, его икону нарисовали. А вот в эти лютеране канонизировали Адольфа Гитлера, Шикель Грубера. И икона его, и вокруг. Я говорю, а за что его? А за то, что евреев сжигал, заодно это его надо канонизировать. Смотри, они еще евреи делают. Я говорю, народ с ума сошел. А другие, Сталина, у русских прямо икона стоит уже. Надо канонизировать. Канонизировать еще Жукова, Есенина собирается. Ну ладно, пусть будет. Подождите, повторите, что-то занимает. Александр, не слышно ничего. Не слышно, вы заново повторите все. Заканчивают, а их так легко вокруг пальца обвести. Так получается. Есть такое стихотворение. Я говорю, люди, институты заканчивают, а их так легко вокруг пальца обвести. Так получается. Я слышал такое, когда невесту сватают у мусульман. У русских как? Она университет кончила, она вроде бы ценнее. А у них наоборот. Если она училась в университете, Колым за нее меньше. Потому что она уже нахваталась и будет непослушная. Ну, вообще-то да, как бы сказать, это реакция. Как бы сказать, нахвататься. Американские женщины прямо послание к мусульманкам и говорят, какие вы счастливые, мы вам завидуем. А нас, говорит, наши мужья разделят и над нами издеваются, что попало. Вот все. Заклинило, не дает говорить. Точно, точно так. Хорошо, хорошо. Так. Ну и все на этом. Следующий раз будет. Прерывай на этом. Если надо будет, он зайдет, а то уже плохо. Я вам скажу следующий раз дома, чтобы когда приедет.